Будущее в наших руках. Эти слова Нельсона Манделлы стали девизом сегодняшнего юбилейного саммита БРИКС. Во второй день его работы встреча лидеров пятерки стран, входящих в организацию. Российскую делегацию возглавляет Владимир Путин. Руководители государства обсуждали создание принципиально нового типа международных отношений. И если учесть, что население стран БРИКС это почти половина человечества и ВВП около третья от мирового, задача хоть и амбициозная, но вполне выполнимая. Кроме политики, а это Сирия, ситуация на корейском полуострове, иранская ядерная программа, борьба с террором и коррупцией обсуждали важную тему – возможности и опасности цифровой эпохи. О хитросплетениях всей мировой политики и не только. Репортаж Натальи Юрьевой. Традиционное занятие африканских женщин – плетение ковров. Здесь главное – терпение. Впрочем, важно это и для политики. Символ этого юбилейного 10-го саммита БРИКС – Нельсон Манделла. 18 июля ему бы исполнилось 100 лет. Поэтому вдоль ковровой дорожки, по которой Владимир Путин и другие лидеры прошли на саммит, растянут огромный баннер с изображением непримиримого борца с режимом апартеида и первого чернокожего президента ЮАР. Всю свою жизнь он продвигал и защищал принципы равенства, открытости и справедливости. Думаю, мы имеем полное право сказать, что идеи Нельсона Манделлы находят отражение и в деятельности нашего объединения. Именно на таких принципах строится сотрудничество государств БРИКС. И оно уже приобрело характер подлинно стратегического партнерства. Важно преодолеть геополитические конфликты и бороться с набирающим обороты протекционизмом и односторонними подходами, которые представляют особую угрозу для развивающихся стран и стран, с формирующимися экономиками. Мы можем сделать все для того, чтобы наш голос был услышан в рамках выработки новых решений. Совместно мы могли бы формировать новый тип международных отношений, основанный на уважении, равенстве и взаимовыгодном сотрудничестве. Ставшая уже традиционной на саммитах БРИКС фотография лидеров, взявшихся за руки, как раз символ общих целей. Девиз юбилейного форума «БРИКС в Африке. Сотрудничество ради достижения инклюзивного роста в эпоху четвертой промышленной революции». Ее еще называют цифровой. Искусственный интеллект на службе у человека позволит сконцентрироваться на прогрессивных разработках, а не на механической работе. По словам хозяина саммита, тот, кто не присоединится к этому движению, быстро останется позади. «Являясь государствами-членами БРИКС, мы должны не просто продвигать эти технологии. Мы должны объединить наши усилия, наши компетенции с тем, чтобы стать создателями этих технологий. Иначе их плодами будут пользоваться лишь ограниченное число стран». Владимир Путин подчеркнул, цифровая революция открывает целый ряд возможностей, создает новые отрасли экономики, сокращает издержки, повышает производительность труда. «Цифровизация является одним из приоритетов экономической политики и нашей страны, России. Запущена программа «Цифровая экономика Российской Федерации». Ожидаем, что осуществление программы позволит повысить производительность труда в России к 2024 году на 30%. При этом новые сектора российской экономики будут создавать более 10% российского ВВП. «В условиях цифровой реальности важно обеспечивать безопасность общества, бизнеса и граждан. Предпринимаем необходимые законодательные и другие меры для того, чтобы построение открытой, надежной и безопасной интернет-среды шло при четком соблюдении гарантии защиты личных данных и частной жизни в цифровом пространстве». Перед встречей в узком составе, без участия членов делегации, Си Цзиньпин и его дорогой друг, именно так китайский лидер называет Владимира Путина, оживленно о чем-то беседовали, расположившись в креслах. А президент Бразилии Мишел Темер, входя в один из залов для переговоров, захватил собой местную газету. Вот она, заголовок «Брикс объединяется в торговле». Это итог бизнес-форума, который прошел накануне в рамках саммита. Все страны-участницы резко осудили развязанную США торговую войну, введение так называемых штрафных пошлин на импорт алюминия и стали и договорились сообща отстаивать свои экономические интересы. Сегодня был подписан увесистый пакет документов, нацеленный как раз на укрепление политического и экономического сотрудничества. Единство позиций лидеров «Брикс» зафиксировали в Йоханнесбургской декларации. Сирийский кризис может быть урегулирован только с помощью открытого мирного диалога всех заинтересованных сторон. Денуклеаризация корейского полуострова приветствуется. Статус Израиля может быть определен только путем переговоров между Палестиной и Израилем. Альтернативе иранской ядерной сделки нет. Применение силы в нарушении устава ООН недопустимо. Гонка вооружений в космосе резко осуждается. Это не арена для военной конфронтации. А вот борьба с коррупцией должна идти по всем фронтам. Предоставление убежища виновным в коррупционных схемах – ничто иное, как поддержка преступности. Лидеры БРИКС также договорились сотрудничать в области охраны окружающей среды и развивать партнерство в авиационной отрасли. Новый толчок для развития получил и Банк БРИКС. В Бразилии откроется его отделение. Владимир Путин высоко оценил работу этой финансовой организации. Совет директоров одобрил 21 проект, из которых 5 будут реализованы в России. На общую сумму более миллиарда долларов. Поддерживаем идею открытия региональных отделений банка. На этот счет ведутся переговоры с Бразилией. Исходим из того, что после их завершения начнется проработка вопроса и об открытии офиса в Российской Федерации. Перспективные соглашения были подписаны и на двусторонней встрече Владимира Путина и президента ЮАР. Помимо заявления о стратегическом партнерстве двух стран, договоренности о сотрудничестве в областях сельского хозяйства и водных ресурсов. При этом южноафриканский лидер так торопился подписать документы, что случайно расписался не там. Российский президент с улыбкой указал Рома Посе на эту неточность. Тот, рассмеявшись, перечеркнул свою прежнюю подпись и поставил новую. Улыбки были и на встрече Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Таипом Эрдоганом. Он участвует в саммите как приглашенный гость. Было видно, президенты рады встрече. Владимир Путин крайне высоко оценил уровень двусторонних отношений. Наши отношения двусторонние находятся на подъеме совершенно очевидно и в области преодоления кризисов. Прежде всего, конечно, я имею в виду сирийский кризис и в сфере экономики, которой мы с вами постоянно уделяем повышенное внимание. Наши отношения хорошо развиваются, но с другой стороны, я вижу, что солидарность между нашими странами вызывает ревность у некоторых государств. О расширении экономического сотрудничества говорили и на встрече Владимира Путина с Маурисио Макри. Аргентинский лидер участвует в саммите как приглашенный гость. Во время встречи не могли не обсудить и одно из самых ярких событий этого лета – чемпионат мира в России по футболу. Очень жаль, что вы не смогли приехать к нам на чемпионат мира по футболу. Но мы сделали все для того, чтобы создать хорошее условие для вашей сборной. И не только для сборной, но и для болельщиков. Очень много болельщиков было за тем, что я думаю, что вам не должно быть очень обидно, потому что вы проиграли все-таки Франция, которая стала чемпионом. Хотел бы поздравить вас за прекрасную организацию чемпионата мира по футболу. Ваша сборная показала то, что она действительно может бороться, а прогнозы были совершенно иные. Это был действительно успех, это был действительно праздник для всего мира. Встретив нашу съемочную группу в Куарах саммита, президент Бразилии Мишел Темер искренне обрадовался, когда понял, что мы из России. Как вам саммит? Я не понимаю, я не говорю по-английски. О, спасибо. Вы из России? Владимиру Путину привет. В завершении рабочей программы первого дня саммита президент ЮАР вспомнил одну из любимых фраз Нельсона Манделлы «Будущее в наших руках» и предложил лидерам в память о выдающемся политике оставить отпечатки своих рук. Эти плиты будут помещены в Центр Всемирного Наследия, где уже хранится отпечаток Нельсона Манделлы, как символ неразрывной связи настоящего и прошлого. Наталья Юрьева, Павел Лихолетов, Алексей Бахвалов, Ольга Меркулова, Светлана Баркова и Сергей Валетов, Первый канал, Йоханнесбург.